Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского дает нам возможность на примере различных историй из Ветхого и Нового Заветов осознать, к чему призывает нас Господь Иисус Христос и в чем заключается путь покаяния, тот путь, по которому мы идем в течение Великого Поста. Великий пост – это духовное путешествие. Он начинается с Первой Седмицы, когда мы каждый день приходим в храм для того, чтобы услышать песни покаянного Великого Канона когда мы приходим на литургию преждеосвященных даров для того, чтобы поклониться Господу Иисусу Христу, пребывающему в святых дарах, и принять внутрь себя тело и кровь Спасителя. Когда мы воздерживаемся от скоромной пищи, когда мы стараемся больше молиться и стараемся делать больше добрых дел, чем обычно. Ибо еще древние пророки предвозвещали и говорили, что истинный пост заключается в добрых делах. Истинный пост заключается не в том только, чтобы воздерживаться от пищи, но в том, чтобы вместо зла делать добро, в том, чтобы искоренять в себе грехи, греховные помыслы и страсти. Истинный пост – это постоянная работа над собой, не только над своим телом, но прежде всего над своею душою, над своим внутренним миром. И в этом помогает нам Священное Писание. Вот почему Церковь призывает нас читать Священное Писание каждый день, но особенно уделять Ему время в течение Великого Поста. И не только Евангелию, не только посланием святых апостолов, но и Ветхому Завету, для того, чтобы через Ветхозаветные книги научиться тому, чему Господь научал на протяжении многих столетий богоизбранный израильский народ. Путь покаяния, по которому ведет нас Церковь в течение Великого Поста, предполагает для нас возможность духовного сосредоточения. И Святая Церковь, как наша любящая Мать, позаботилась о том, чтобы через слова богослужения и через слова Священного Писания мы узнавали то, что необходимо нам на пути покаяния. Великий Пост – это духовная школа, которую мы проходим ежегодно, но как в каждой школе есть первый класс, второй, третий, четвертый и так далее, так и для нас каждый Великий Пост должен стать новой ступенью в осознании того, что необходимо нам знать для спасения нашей души. И хотя каждый Великий Пост кажется одинаковым, для каждого из нас этот Великий Пост может стать иным, чем был предыдущий и чем были все предыдущие. Потому что мы можем в этот Великий Пост еще глубже и еще полнее осознать то, что нам необходимо для спасения. И не просто осознать, но воплотить это в жизнь. Многие люди думают, что покаяние заключается в том, чтобы осознать свои грехи и их назвать на исповеди. И будто бы этим покаяние и исчерпывается. Но Церковь учит нас, что иное дело раскаяние и сожаление о своих грехах, а иное дело покаяние. Иуда тоже раскаялся в том, что предал Спасителя. Он даже отказался от тридцати сребреников, которые получил за предательство. Но Он не принес покаяния, и потому раскаяние не стало для Него спасительным. А Петр, хотя и отрекся от Иисуса, принес истинное покаяние. И Господь принял это покаяние и восстановил его в апостольском достоинстве. Покаяние заключается не только в том, чтобы осознать свои грехи и их назвать, и в них покаяться, но и в том, чтобы всей своей жизнью доказать Господу свою любовь. В том, чтобы на место злых дел приходили дела добрые. В том, чтобы человек искоренял в себе страсти и пороки. И об этом Святая Церковь напоминает нам особым образом на первой седмице Великого Поста, но будет напоминать в течение всего Великого Поста. О том, что истинный пост это воздержание от зла, о том, что истинный пост это добрые дела по отношению к нашим ближним, истинный пост заключается в том, чтобы голодного напитать, нагого одеть, того, кто нуждается в помощи, одарить нашей помощью, находящегося в темнице или в больнице посетить, с алчущим разделить хлеб, жаждущего напоить. Вот в чем заключается истинный пост, говорит нам Святая Церковь. Будем вслушиваться в эти наставления, которые мы слышим и в Великом Каноне, и в стихирах, поющихся на богослужениях Великого Поста, и в творениях Святых Отцов, и, конечно же, в Священном Писании. И пусть Господь поможет нам пройти это поприще Великого Поста совершить то духовное путешествие, которое приведет нас к празднику Святой Пасхи, а в перспективе всей нашей жизни, которая призвана привести нас к Царствию Небесному. Аминь. Храни вас всех, Господь. Аминь.